Встречаем 2019 год. На выставке в Центральной районной библиотеке символ Нового года литературы специальной подборки с рецептами и полезными советами. По словам Анны Щербаковой, спросом у читателей материал пользуется. У нас берут очень много журналов взятых с этой выставки, они у нас оперативно приобретаются и оперативно разбираются. Поэтому я думаю, что у людей интерес к этому есть. Они любят, например, строго придерживаться рецептов по журналу, по календарю. Фуншу и так далее, и так далее. Ну, поэтому это любитель, наверное. 2019 год свиньи или кабана по восточному гороскопу. Многие гороскопу доверяют. Во всяком случае, мы хорошо знаем, какой символ соответствует тому или иному году. Кстати, если опять-таки отталкиваться от гороскопа, Новый год еще не наступил. Но по настоящему восточному календарю он наступит у нас 5 февраля. И этот год, год розовой и коричневой свиньи, и поэтому он заканчивает цикл восточных гороскопов. И свинья наша последняя по гороскопу. И она себя собирает все то, что не успели сделать ее предшественники. И хороший, и плохой. Я считаю, что год свиньи – это миролюбивый год, потому что свинья – это домашнее, считается, животное. И коль она вбирает в себя два цвета, будем считать, что это домашняя свинья и кабан дикой породы. Поэтому свинья розовая, она олицетворяет собой любовь, достаток и, можно сказать, улыбку. Она такая улыбчивая. Не зря вы на нашем этом видите, что свинья улыбающаяся. И еще, если вспомнить, зайдите в любой магазин, вы увидите свинью-копилку. Такие красивые, хорошие, позитивные. И поэтому, если в каждом доме будет такая стоять свинья-копилка, то он принесет, конечно, удачу. Но не забывая пускать в нее каждый день денежку. Ну, а кабан – это защитник. Так что будем надеяться, что в 2019-м будем защищены от невзгод, напасти и других неприятностей. Говоря о работе, затронули тему плановых мероприятий в наступившем году. Я думаю, что у нас 2019-й год точно так же будет насыщен и интересен и полезен для наших читателей, так и для любителей к ней. Конкурсы? Конкурсы обязательно. У нас в этом году отмечается юбилей Новотомниковского конезавода. Будет 240 лет со дня его основания. И поэтому мы будем устраивать очередной конкурс, очередное большое мероприятие. Все планы Анна Петровна раскрывать не стала. Но заверила, что заинтересовать постараются каждого читателя Центральной районной библиотеки. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.